Шарль Перо Кот в сапогах Один мельник, умирая, оставил трём своим сыновьям наследство. Старший получил мельницу, средний – осла. Самый младший – кота. Долго не мог утешиться младший. «Хорошо братьям», – думал он. «Заживут они вместе, будут честно на хлеб зарабатывать. А я? Ну, съем я кота. Ну, сошью рукавицы из его шкурки. А дальше что? С голоду помирать?» Кот притворился, будто ничего не слышал, и говорит хозяину. «Хватит горевать. Дали бы вы мне лучше мешок да пару сапог, чтобы ходить по болотам. А там увидим, так ли уж вас обидели, как вы думаете». Хозяин сначала не поверил ему, но вспомнил, какие фокусы придумывает кот, когда ловит мышей, и дал коту всё, что тот попросил. «Может, такой пройдохой вправду выручит его?» Кот лихо натянул сапоги. Закинул за плечи мешок и пошёл в кусты, где водились кролики. Положил он мешок заячьей капусты, прикинулся мёртвым, лежит и ждёт. Не все кролики знают, какие хитрости бывают на свете. Кто-нибудь, да и залезет в мешок полакомиться. Долго ждать не пришлось. Доверчивый крольчонок забрался в мешок. Кот тёрнул за верёвочки, и ловушка захлопнулась. Гордый своей добычей, зашагал кот прямо во дворец и попросил, чтобы его провели к самому королю. Войдя в королевский покой, кот низко поклонился и сказал. «Государь, Маркиз Карабас, такое имя кот придумал хозяину, велел мне преподнести вашему величеству этого кролика. – Поблагодари своего господина, – ответил король, – и передай, что его подарок мне по вкусу». В другой раз кот спрятался в пшенице, раскрыл мешок и поймал двух куропаток. Добычу он опять принёс во дворец. Король с радостью принял куропаток и велел налить коту вина. Целых три месяца кот только и делал, что носил королю подарки от Маркиза Карабаса. Однажды прослышал кот, что король собирается на пробугулку по берегу реки и берёт с собой свою дочь, прекраснейшую в мире принцессу. «Ну, – сказал кот хозяину, – хотите быть счастливым, слушайтесь меня». Он привёл его к реке, велел раздеться и лезть в воду. «Искупайтесь, – сказал кот, – остальное – моя забота». Кот дождался, когда король подъехал поближе и, как закричит, «Спасите! Помогите! Ах, Маркиз Карабас! Он утонет сейчас!» Услышал король его крик, выглянул из кареты, узнал того самого кота, который носил ему вкусную дичь и велел слугам со всех ног мчаться на помощь Маркизу Карабасу. Пока бедного Маркиза вытаскивали из воды, кот подошёл к карете и рассказал королю, как пришли воры и украли у его хозяина одежду, когда тот купался. На самом деле, пройдоха спрятал её под большим камнем. Король велел своим придворным достать лучшие королевские наряды и с поклоном преподнести их Маркизу Карабасу. Как только сын Мельника надел красивую одежду, он сразу же приглянулся дочери короля. Она тоже понравилась юноше. Он никогда не думал, что на свете бывают такие прекрасные принцессы. Молодые люди сразу полюбили друг друга. До сих пор никто не знает, заметил это король или нет, но он тут же пригласил Маркиза Карабаса сесть в карету и прокатиться вместе. Тем временем кот обогнал карету, увидел крестьян, которые косили сено и говорит «Эй, косцы! Или вы скажете королю, что этот лук принадлежит Маркизу Карабасу, или вас всех разрубят на куски и превратят в котлеты». Король вправду спросил «Чей это лук?» «Маркиза Карабаса!» – дрожа от страха, ответили крестьяне. «Вам досталось прекрасное наследство», – сказал король Маркизу. «Как видите, Ваше Величество!» – ответил Маркиз Карабас. «Знали бы вы, сколько сена скашивают с этого луга каждый год!» А кот все бежал впереди. Встретил он жнецов и говорит им «Эй, жнецы, молодцы! Или вы скажете, что эти поля принадлежат Маркизу Карабасу, или вас всех разрубят на куски и превратят в котлеты». Король, проезжая мимо, пожелал узнать, чьи это поля. «Маркиза Карабаса!» – дружно ответили жнецы. И король вместе с Маркизом порадовался богатому урожаю. Тем временем кот подбежал к прекрасному замку, где жил людоед. Кот – такой богатый, каких еще никто и не видывал. Он-то и был настоящим владельцем лугов и полей, мимо которых ехал король. Кот попросил, чтобы его провели к людоеду. Низко поклонился ему и сказал, «Ходят слухи, – сказал кот, – что вы умеете превращаться в какого угодно зверя, например, во льва, в слона». «Слухи, – проворчал людоед, – вот возьму и прямо на твоих глазах стану львом». Кот так испугался, увидев перед собой льва, что сразу же очутился на водосточной трубе, хотя влезть на крышу в сапогах совсем непросто. Когда людоед принял свой прежний вид, кот спустился с крыши и признался, как ему было страшно. «Ходят еще слухи, – добавил кот, – что вы можете превращаться и в совсем крохотных зверей, например, в крысу или в мышь. – Честно говоря, я думаю, что это невозможно». «Невозможно? – взревел людоед. – Так смотри же!» И в тот же миг людоед как сквозь землю провалился, а по полу забегала мышка. Кот и сам не заметил, как схватил ее и съел. Тем временем на подъемном мосту загремела карета. Король въехал в замок людоеда. Кот выскочил на встречу и сказал, «Милости просим, Ваше Величество, в замок Маркиза Карабаса!» «Как господин Маркиз! – воскликнул король! – И замок тоже ваш? – Что за двор, что за постройки? Более прелестного замка, наверное, и на свете нет. Пойдемте-ка туда, пожалуйста!» Маркиз подал руку юной принцессе, следом за королем вступили они в огромный зал и увидели на столе великолепный обед. Его приготовил людоед для своих приятелей. Король так и восхищался и самим Маркизом, и его необыкновенным богатством, что после нескольких бокалов вина сказал, «Только от вас зависит господин Маркиз, женитесь вы на моей дочери или нет». Маркиз обрадовался этим словам еще больше, чем неожиданному богатству, поблагодарил короля за высокую честь и, конечно же, согласился жениться на прекраснейшей в мире принцессе. Свадьбу отпраздновали в тот же день. После этого кот сделался очень важным господином и ловит мышей только для забавы. Конец. Читала Анна Заржецкая. Субтитры создавал DimaTorzok